МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников. Плановое оперативное совещание в администрации. Очень творческие люди – это педагоги. Творческий конкурс педагогов «Мир твоих увлечений». Мы приглашаем всех жителей города проявить инициативу и поддержать ту традицию ежегодную, которая, собственно говоря, по всей России проходит. Десногорск готовится к общегородскому субботнику. Если мы будем помнить тех, кто завоевал нам свободу ценой своей жизни, у нас будет история. Библия о сумерке посвятили стихам о Великой Отечественной войне. А сейчас об этих и других событиях подробнее. 24 апреля в администрации прошло плановое оперативное совещание с председателями комитетов и руководителями муниципальных служб города. Какие вопросы обсуждались в нашем следующем сюжете. Проводил совещание заместитель главы Александр Новиков. Он поздравил коллег с Днем работников органов самоуправления, которые отмечали 21 апреля, и по поручению главы города вручил сотрудникам администрации почетные грамоты и благодарственные письма. В отделе по социальной защите подвели итоги в организациях города по охране труда и на звание лучшей уполномоченной по охране труда. Первое место завоевали средняя школа номер 3 и комбинат коммунальных предприятий. Почетную грамоту за звание лучшей уполномоченной получил работник Атомтранса Александр Галимов. Коммунальные предприятия работают в штатном режиме. Службы готовятся к проведению общегородского субботника. Также 28 апреля в зрительном зале Центра культуры и молодежной политики состоится праздничная программа, посвященная Дню пожарной охраны. 28 апреля также состоится юношеский турнир подзюдо, посвященный памяти мастера спорта Савиничева. В 11 часов на территории детско-юношеской спортивной школы. Хореографический спектакль «Окна души» 29 апреля в 17.30 в зрительный зал Центра культуры и молодежной политики. Также стартовала межрегиональная поисковая экспедиция поискового отряда «За родину» города Весногорска с участием поискового отряда Республики Коми города Сыктывкар с 23 апреля по 6 мая. Суперфинал школьного баскетбольного чемпионата 4 на 4 «Оранжевый атом» стартует в нашем городе с 3 по 5 мая. Игры будут проходить в физкультурно-оздоровительном комплексе Десна. Субботник и возложение цветов и венков к памятному знаку на месте сожженной в годы Великой Отечественной войны деревни Серебрянка и Кукоевка состоится 4 мая в 15.30. Также митинг, посвященный погибшим летчикам в 42 году в рамках празднования Дня Победы состоится 4 мая в 12 часов в деревне Новая Сорокарения. Также напоминаем всех, кому дорога память о фронтовиках-победителях, принять участие во всероссийской акции «Бессмертный полк». По всем вопросам прошу обращаться в Десногорский историко-кровеческий музей 3.36.86. Ученики третьей школы стали победителями Олимпиады. Два учащихся нашего города, средней школы номер 3, Бухарина Александра и Копость Татьяна, стали победителями регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников. И на прошлой неделе они также приняли участие в церемонии награждения в городе Смоленск. Инфекционные заболевания на прошлой неделе в Десногорске регистрировались на обычном уровне. В этом году исполняется 32 года Чернобыльской катастрофе, крупнейшей за всю историю ядерной энергетики в мире. В этот день традиционно вспоминают о Чернобыле. Памятный митинг в Десногорске состоится 26 апреля у монумента жертвам радиационных катастроф в 10.00. Муниципальный этап областного конкурса художественного творчества педагогических работников «Мир твоих увлечений», посвященный столетию системы дополнительного образования, прошел в Доме творчества нашего города 19 апреля. О том, как проходило мероприятие, мы расскажем в нашем следующем сюжете. В творческом конкурсе приняли участие педагоги школ, детских садов и Дома творчества. Учредителями и организаторами конкурса является Департамент Смоленской области по образованию и науке, региональная организация «Профсоюз работников народного образования», а также Комитет по образованию нашего города. Творчество педагогов оценивалось в трёх номинациях – «Художественное слово», «Леся – песня» и «Стильная штучка». Больше всего жюри, которое оценивало участников, поразили работы декоративно-прикладного творчества, чего здесь только не было. Ишитая собственными руками одежда, вышитые бисером картины и панно, а украшения, сделанные мастерицами, просто восхищали. «Дочь я заразила, она мне подарила подарок. Она говорит, мама, надо для твоей работы. Я там дочери тоже положила. Всё, я думаю, мне недостаточно, мне надо самой освоить эту технику. Вот потихонечку я и сделаю больше. Наша работа такая нервная, поэтому успокоиться, прийти в себя. И дети замечательно, да, красиво. И вот надо стараться». Победителем в номинации «Стильная штучка» стала учитель изобразительного искусства и технологии школы номер 3 Нина Печенцова. Уметь говорить проникновенно должен каждый педагог. Но как это делает заведующая детского сада «Дюймовочка» Раиса Цыганкова, просто завораживает. Именно и её выступление было признано наилучшим номинацией «Художественное слово». «Выпала от счастья горькой полосы, 33 несчастья, Непутёвый сын, Но не надо жалоб, ну и её слезу. По душе бежала, по годам ползу». В номинации «Лейся, песня» на суд зрителей жюри участниками было представлено 8 номеров. Каждому выступлению педагоги подготовились креативно, подобрав даже стилизованные костюмы. «Мы считаем, что эти конкурсы важны, так как педагоги должны проявлять свои творческие способности. Они же прививают это детям, поэтому сами должны это и уметь». В музыкальной номинации по решению жюри первое место заняла заместитель директора Дома творчества Алена Сергунова. Все педагоги, которые принимали участие в конкурсе, поддерживали друг друга и переживали. «Очень бы было здорово, если бы вот этот конкурс продолжили. На самом деле приятно смотреть, как педагоги представляют свои таланты, могут поделиться с другими. На самом деле, что у нас очень творческие люди – это педагоги». Победители муниципального этапа отправятся в Смоленск на региональный этап конкурса, который будет проходить с мая по август. Завершится конкурс фестивалем победителей в областном центре. С 9 апреля в Десногорске стартовал месячник по очистке территории города. Сейчас он перешел в завершающую стадию. В нашем сюжете мы расскажем, с какими результатами муниципальные службы и предприятия Десногорска подошли к завершению всероссийской акции «Зеленая весна». Наталья Васильевна, завершается месячник по весенней уборке территории города. Скажите, пожалуйста, как подключились организации, как работают коммунальные службы, и как ведется контроль со стороны администрации за выполнением этих работ? Ну, безусловно, уже третью неделю идет весенняя уборка нашего города и завершится она 28-м числом общегородским субботником. К санитарной очистке города подключены практически все предприятия, организации, учреждения нашего города, коммунальные службы, безусловно, городские службы города, общественные организации, активные жители нашего Десногорска. Безусловно, без контроля результаты могут быть не совсем те, которые мы ожидаем и которые были изначально поставлены руководителем. Контроль глава администрации Андрей Николаевич Шубин осуществляет постоянно. Он достаточно часто ходит по городским территориям, по дворовым территориям, общественным территориям города, контролируя ход исполнения поставленных задач коммунальным службам, городским службам. Так и 26 числа в понедельник запланированный обход города. Андрей Николаевич, без присутствия СМИ, без телевидения, мы вас не приглашали, обходили территории 1, 2, 3, 4 микрорайона, приглашали руководителей коммунальных служб, городские службы города, представителей, руководителей ЖЭО, начальники ЖЭО. Все были, дабы услышать комментарии по ходу выполнения работ. Где какие хвосты надо почистить, где что нужно подправить, потому что срок не такой уже, собственно говоря, большой остался к завершению нашей санитарной очистки города. А результаты должны быть максимальными и должно быть все достигнуто на 100%. Так работает наш хозяйственный, так работает наш руководитель города. Поэтому задачи были достаточно конкретные и четкие. МОПКПП получили обращение жителей, обращение главы и замечание главы на уборку мусора около подъездов. Должны быть соблюдены графики, должны более внимательно и четко координировать работу с городскими службами по вывозу мусора, обращать внимание на обращение жителей, более внимательно к этому относиться. Потому что как и глава, так и я, как руководитель информационной службы, с большим вниманием и с уважением отношусь к обращениям наших жителей. Потому что именно жители живут в этом городе, чувствуют все изменения, недоработки, недовыполнение каких-то задач. И, собственно говоря, нам бы хотелось, чтобы их было по минимуму, чтобы работали коммунальные службы и обращений было поменьше. Что касается общегородского субботника, 28 числа, мы приглашаем всех жителей города проявить инициативу и поддержать ту традицию ежегодную, которая, собственно говоря, по всей России проходит. Выйти на субботник инвентарем, всех обеспечим, поддержат наши коммунальные службы. Поэтому всех приглашаем. В Десногорской центральной библиотеке 24 апреля прошли библиосомерки. Культурное мероприятие посвятили стихам, рождённым в Великую Отечественную войну. Подробности прямо сейчас. Название мероприятия «Стихи, рождённые войной» говорит само за себя. Его посвятили 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В этот вечер вспоминали произведения о войне и писателей, и творчество которых было очень популярно в те страшные годы. Десногорские поэты Елена Караваева, Елена Дождь и другие прочитали свои стихи о патриотизме. Рождённые войной, бойцы, солдаты, Они бросали в смертный бой с Творцом-комбатом, Сражались на передовой Великой битвы, Крича за Родину, душой творя молитвы. От поля падали в бою, в огне сгорали, Но муза светлую свою, как стяг вздымали. А в перебишку от свинца, в землянке тесной, Лечили раны и сердца душевной песни. Дух бойцов в военные годы поддерживали и поднимали песни. Барды и вокалисты из коллектива «Ренессанс», а также ансамбль «Сударушки» исполнили наиболее известные, которые на слуху у каждого по сей день. Какой страшной была та война, напомнили кадры документальной хроники. Цель нашего мероприятия – это не попрать нашу память, сказать спасибо живым и вспомнить о павших. Если мы будем помнить тех, кто завоевал нам свободу ценой своей жизни, у нас будет история. А если мы когда-нибудь это забудем, история наша закончится. Мероприятие получилось тёплым и душевным. Принять в нём участие для десногорских поэтов – это дань памяти тем, кто завоевал для нас кровью и потом великую победу. Память о прошлом, она даёт человеку знать, кто он, что он в этой жизни делает, какие у него цели, задачи, кого он любит, кого он помнит, для кого он живёт. Благодаря поэтам-фронтовикам, которые рассказали и передали в своих произведениях все тяготы страшных дней войны, история будет жить и будет передаваться из поколения в поколение ещё много лет. Субтитры создавал DimaTorzok